После того, как вы сшили по несколько петелечек сверху и снизу, оставили вот такое вот отверстие, мы приступаем к вязанию ручек. Я делаю, получается, на одной чашечке в одну сторону повернутый рисуночек, а на другой в другую, поэтому я делаю на противоположное. Вы тоже смотрите, чтобы, если, допустим, у вас, ну, вы хотите сделать пару, и, как бы, я хочу, чтобы они смотрели, как бы, с этой стороны, в общем, чтобы ручка на одной чашке была, и с другой стороны ручка, ну, как бы, чтобы противоположные, скажем, были по виде. Я буду делать, смотрите, так как я первую делала с этой стороны, то я вторую буду делать с другой стороны. Итак, я беру ниточку розового такого же цвета, и немножечко беру крючок и немножечко прижимаю к себе ниточку, и вот, смотрите, не в крайний рядок самый, а вот, как бы, в следующий рядочек. Мне нужно набрать, смотрите, я ввожу крючок под косичку, захватываю ниточку и вывожу, делаю петелечку. Мне нужно набрать вот таких вот петелечек, 12 штучек. Вот, я не набрала. Под каждую косичку вводите крючок и вытягиваете петелечку. Теперь снимаете с крючка и вводите на спичку. Это у нас 3, 4, 5. Я ввожу наугад расположение, потом я сформирую эти 12 петелечек ровно посередине. Так я, как думаю, сейчас четко сказать не могу, где именно, но я буду так доставать 12 петелечек и посмотрю, если они ровненько будут, то я так и оставлю. Если же нет, то я там с какого-то краешка сниму, с какого-то добавлю. И советую вам не закреплять вот эту ниточку нашу первую, чтобы вам потом было легче сдвинуть расположение петелечек. Итак, сколько у нас здесь получилось? 2, 4, 6, 8, 10, 11. У меня 12-я последняя. Сейчас я посмотрю, буду ли я в битве. Ну, в принципе, у меня получилось довольно-таки ровненько посерединке. Еще раз проверю. 2, 4, 6, 8, 10, 12 петелечек. Все правильно. 12 петелечек. Я последнюю пока не креплю. Я ее потом в итоге здесь закручу, заверчу. Смотрите, берете вторую спицу. Разворачиваете и первую снимаете все петелечки изнаночные. Так как у нас эта изнаночная сторона будет, лукова, то мы ее вяжем изнаночной. Теперь разворачиваете. Эти все петелечки в этом ряду лицевой. Формируете лицевую гладь. Так как у нас был основной узор лицевой, то я решила рукавчик тоже лицевой сделать. Эти все петелечки лицевой. И так нам нужно провязать 21 ряд. Мы уже провязали 2 рядочков. Еще нужно провязать 19 рядочков. Провязываете ровно, не убавляя, не прибавляя 12 петелечек ровно лицевой гладьи. После того, как провязали 21 рядочков лицевой гладьи, нужно нам закончить. Я как бы обычно заканчивала так, как мы делали вот здесь вот в конце основы. С помощью накидывания петелечек. Здесь я закончила как бы иначе. Я думала, что так будет лучше. В общем, я сделала, так как на первой чашечке, я сделала отдельно, пришивала варежки. То есть не набирала их сразу со основы рукава, а отдельно пришивала. Поэтому я здесь закончу вот таким образом. Я снимаю полностью все петелечки. Беру крючочек и вытягиваю, протягиваю, получается, под первую петлю вторую. То есть у меня вот две петельки на крючке и я под первую делаю вторую. И так далее. Вот до конца я сделаю вот так. Из-за того, что я сделала так на первом образце, я хочу, чтобы у меня был такой же самый точный и второй. Поэтому я сделала так. Если вы закончите классическим способом, то вам будет проще потом набрать крючочком петелечки и провязать варежки вместе с рукавом, но уже другим цветом. А у меня, так как будут у меня отдельно варежки, поэтому я вот так вот сделаю. Смотрите. Мы закончили один рукав. И нам нужно сейчас оставить небольшую, такую вот где-то сантиметров 20 ниточку, обрезать, вытянуть вот эти все ниточки. И смотрите, что мы имеем. Мы связали вот такой вот рукавчик. Нам его нужно будет теперь сшить с изнаночной стороны, вот так вот вывернуть. Вот здесь вот сшивать мы сейчас будем. И вот он у нас, немножечко сейчас заворачивается трубочкой, вы увидите, вот он у нас. Рукавчик один готов. Вот видите. Вот так вот. Мы сейчас его сошьем. Будем дальше приступать, что мы делаем. Так, смотрите, выворачиваете на изнаночную сторону, край до края. Я буду сшивать крючком. Можете взять ниточку с иголочкой, как кому удобно. Я буду делать это крючком. Так, берете, вводите две петелечки, вытягиваете ниточку. Опять вводите в две петелечки, вытягиваете, протягиваете. вводите две петелечки, вытягиваете, протягиваете. Первая, вторая, вытягиваете протяжку. Первая, вторая, вытягиваете протяжку. Снова первая, вторая, протяжка. Делать это нужно до тех пор, чтобы вот здесь было не съежено, чтобы аккуратненько, ровненько, наверное, еще одну можно убрать, вот здесь первая, вторая, протяжка. И вытягиваете до конца. Здесь я предлагаю несколько раз вам наметать, закрепите хорошо здесь мыточку и вытягиваете, выворачиваете на лицо. Так вот такой рукавчик у вас должен получиться. Смотрите, вот такая прелесть с одной стороны. И сейчас будем делать с другой стороны. Второй рукавчик мы будем делать по такому же принципу. Отсчитайте от вот этой вот дырочки для нашей ручки чашечки. Приблизительно здесь 13-14 сантиметров. Я посчитала по косичкам, отступила 28 таких вот лицевых петель. Ну, приблизительно 28, может 29. И смотрите теперь в косичку. Снова вводим крючок. Оставляете кончик не слишком коротенький. И снова по такому же принципу, как мы там набирали. и набираете 12 петелечек по серединке. 4, 5, 5, 5 петелечек уже набрано, дальше 6, 7, 8, 9. В каждую, в каждую косичку, в каждый рядочек вводите, вытягиваете наши петелечки. Итак, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Сейчас посмотрим снова, чтобы у нас было по серединке. Да, все, я ничего не меняю. У меня 2, 4, 6, 8, 10, 12 петелечек. Я ничего не меняю, ничего не убираю. Если у вас получилось не по серединке, то здесь, опять же, либо распускаете, либо добавляете, в общем, смотрите, чтобы у вас по серединке было. У меня, в принципе, вот на глаз, видите, совпало с первого раза. Вот. Поэтому я буду делать уже с первого раза, как говорится. Снова разворачиваете. У нас будет эта сторона изнаночная, так как у нас на изнанке мы набирали, на лицо набирали, с изнаночной стороны у нас шелчек. Поэтому мы делаем 12 петелечек с этой стороны изнаночной. Все 12 петелечек. Последнюю я не закрепила. Поэтому она у меня немножечко свободная. У вас тоже. Я вам, ну, советовала изначально не закреплять ее, так как, может, она в итоге пригодится. Если она вам не нужна, то можете закрепить. Ну, как бы, если вы уже уверены, что вам нечего менять, добавлять. Этот ряд у нас полностью лицевой. И так далее. Формируете лицевую гладь, как я, и снова провязываете 21 рядочек. Провязали 21 ряд. И я снова точно так же снимаю спицу. И все петелечки провязываю через друг дружку. Вторую под первую. И так далее до конца. Вторую под первую, одну под первую, и констерен, точно также последнюю петелечку, вторую под первую. Снова оставляю приблизительно 20 сантиметров, можно чуть-чуть меньше, и вытягиваю нашу петелечку так вот. Все, смотрите, теперь снова выворачиваем на изнаночную сторону, и снова берем наш крючочек, либо вдеваете ниточку в иголочку, как-то мне удобно, и продеваете в одну во вторую петлю, вытягиваете, в одну во вторую, и протяжку. И снова до тех пор, прошиваете до тех пор, пока у нас не разошвется вот этот крючочек наш, но чтобы не было сильно сложено. Подпажаем все, эту последнюю петелечку. так, все не стянуто, теперь фиксируете хорошо эту последнюю петелечку, фиксируете, чтобы она не распадалась, хорошо, и выворачиваете на лицо. У нас получилось вот таких вот два рухавчика. сейчас мы возьмем чашечку и оденем аккуратненько. я разворачиваю ее, я пыталась верхнюю петель, где у нас тут дырочка, 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 вот она дырочка, всовываете, все аккуратненько попробуете, вот так вот, что у нас получаете? Получилась противоположная такая вот чашечка от моей, так вот, ручки. Все, теперь осталось, вот видите, о чем я говорю, если будет чашечка ровная, не коносообразная, а ровная, получится очень довольно таки, видите, вот сложилось чуть-чуть. Для меня это не проблематично, в принципе. Вот, итак, получились вот рукавчики. Теперь нам осталось пришить, либо вы можете сразу вот здесь вот, благодаря крючочку набрать петелечки и крючком провязать, сделать варежки. Но так как я на первой сделала отдельно, поэтому я и на второй сделала тоже отдельно. вот такие вот заготовочки варежки. Я их пришью к рукавчику. И также я вот такое вот сделала сердечко крючком. Для тех, кто не знает, как крючком сделать сердечко, заходите, я оставлю ссылочку с ним, заходите, посмотрите, как я делаю такое сердечко. Здесь углубляться не буду, суть была в том, чтобы сделать вот такую грелочку. Итак, я все пришью. Итог вы увидите, вот, или на видео я оставлю, или фотографию в конце, наверное, фотографию в конце сделала. Если кому что непонятно, комментарии оставляйте. Кому все понятно, ровных петелечек вам. Всего вам доброго. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Кто хочет чему-то еще, кто не знает, как что связать, но хочет, оставляйте в комментариях. Я чем смогу, тем помогу, сделаю видеоролик. Поэтому я надеюсь, что вам все понравилось, все понятненько. Всем пока-пока.